Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Культпоход. Ну какая же пятница на эхе без культпохода долгожданного, надеюсь, для многих наших слушателей. Начинается культпоход прямо сейчас и проведут эту программу для вас Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Ну и для себя тоже. Мы что ж тут новое, много чего узнаем благодаря вашим гостям. Не будем открывать страшные тайны, но мы тоже активно участвуем в розыгрыше призов. Да. Благодарим нашего партнера. Это бильярдный клуб «Бест». Напоминаем, что в «Бесте» 9 столов американского пула, 6 столов русского бильярда. Снукерный стол имеется тоже. К вашим услугам европейская и японская кухни. Ежедневные скидки и акции. Клуб «Бест» — это и школа бильярда для детей и взрослых, и индивидуальные групповые занятия. И внимание! А, кстати, да. 13-14 мая в клубе «Бест» состоится ветеранский турнир по русскому бильярду «Вятские сеньоры». Турнира в 11 часов. «Лепс 4-2», телефон 48-74-14. «Бест» — это прекрасное место как для романтических свиданий, так и для дружеского общения. Добро пожаловать! 211-101. Озвучиваю сразу же номер нашего телефона. У нас тут такой церемониал, уже выработанный годами, есть. Мы сейчас гостя представим, начнем всем разговор. Нет, мы сначала напомним, в чем суть нашей программы. Давай коротко напомним, да? Да, что-то я забыл, да, в чем суть нашей программы. Да, суть нашей программы в том, что мы сегодня разыгрываем очень много интересных пригласительных билетов, книг. Чего еще у нас есть? Вот даже вижу там... Я чуть позже озвучу, что это такое. Да, хорошо, что это такое. Да, это диск. Я могу сказать, что диск, да. Мы будем задавать вам вопросы, вы будете давать на них ответы, и тот, кто ответит правильно, получит тот приз, который захочет. Я правильно рассказал вам? Да, все верно, все верно. Освежили в памяти, что собой представляет культ поход. Но, кстати, вопросы сегодня будет в том числе и наш гость задавать. А в гостях у нас сегодня Максим Наумов, художник, доцент ВИАДГУ, зампредседателя Кировского отделения Союза художников России. Максим, добрый день. Добрый день, Максим. Вы личность довольно в творческих кругах известная. Да, и не только в творческих. Да, в нашем городе. Просто известная. И так или иначе мы в культ походах с Николаем вас упоминаем, ну сколько, уже много времени. Ну, некоторое число раз я лично упоминал, да. Больше сказать не могу. И начиналось все с того, что мы упоминали вас как автора выставки, да, в Вятском художественном музее. Да, абсолютно верно. Давайте для тех, кто не в курсе, напомним, что же это за выставка, а потом уже и про аудиоспектакль поговорим, и про книжку, соответственно. Стоит начать, наверное, с самого начала, что в 2013 году начался проект глобальный для Вятского художественного музея Салтыкиада, который был разработан специально к юбилейному году 190-летия Михаила Евгаршевича Салтыкова-Щедрина, который проходил в прошлом году, в 2016. Поэтому проект был обнародован именно в этом году и включал в себя целый ряд мероприятий, среди которых была установка памятника на присутственных местах, где работал Салтыков-Щедрин, разработка символа статуэтки премии общероссийской литературной имени Салтыкова-Щедрина. Ее вручили Гришковцу и еще одному лауреату. Также была подготовлена выставка на тему истории одного города. Специально для Васнецовского музея, включавшая в себя около 60 произведений, в основном иллюстрации. Интересно было тем, что она была привязана напрямую к Вятке. Выставка отработала в течение двух месяцев и после ездила по городам региона, имела достаточно большой успех. Насколько было востребовано? Вопрос выезда в регионы как раз и определяет востребованность, потому что там вопросы финансирования. Если есть желание и потребность, то, соответственно, выставка едет по городам. И впоследствии благополучно закрылся юбилейный год, но в процессе обсуждения выставок прозвучала реплика о том, что это интересно было бы увидеть на сцене. А вот дальше это уже вопрос этого года. И сейчас в Васнецовском музее идет, так скажем, сиквел. Еще одна выставка, которая включает в себя иллюстрации, не иллюстрации, а эскизы к спектаклю и эскизы декораций. Это «Салтыкеда. История одной книги», да, сейчас? Да, абсолютно верно. Посвященная 220-летию Кировской областной типографии. Да, да, да. Сцена? Спектакль? Думаю, что да. Но вопрос сейчас и в переговорах, потому что спектакль, пьеса, точнее, готовилась именно к кукольному спектаклю. А пьеса называется «Как Салтыков Щедрина повстречал», да? Да, абсолютно верно. И суть заключается в том, что как бы есть версия о том, что Салтыков приобрел именно в Вятке свой псевдоним. И одна из этих версий – это то, что повлияло на выбор фамилии второй, встреча с купцом Трофимовым Тихоновичем Щедриным из Казани, который проходил у Салтыкова по делу о Раскольниках. После двух, если не ошибаюсь, дознаний, в конечном итоге пожилого человека 74-х лет отпустили. А Салтыков был настолько впечатлен его остроумием и умением, скажем так, к иносказательности, что впоследствии предполагая, что он взял благодаря ему и в память об этой встрече псевдоним Щедрин. И первые публикации после ссылки были именно под этой фамилией. Переговоры, вы сказали, с театрами идут? Или с каким-то одним театром? Переговоры идут с кукольным театром на данный момент. Ну, потому что спектакль, как кукольный, спланировался. Конечно, да. И, в принципе, изначальные реплики о возможности постановки именно с ними и были. Но суть заключается в том, что... Простите, перебиваю. А кукольный он все-таки для взрослых или для детей? Я думаю, что он для взрослых. Потому что кукольники ведь наши, они и для взрослых. Безусловно, много для взрослых делают постановок. Действительно, последняя постановка, которая была признана по оформлению лучшей в году, в этом году, это «Русская образа». Прекрасная постановка для взрослых. Конечно, для взрослых. Но ограничений, как таковых, плюс, скорее всего, будет плюс шесть. Но суть заключается в том, что Салтыков вообще дается читать читателю слишком рано. В школе они проходят, по-моему, с четвертого класса. Почему рано вы читаете? Потому что с четвертого класса, если не ошибаюсь, в сказке, и, по-моему, в седьмом «История одного города». Я в тридцать начал ее читать, и мне было трудно. Раз за три, а в конечном итоге усвоил я ее только по аудиокниге. Это очень сложный литературный материал с точки зрения того, что он применяет различные стилистики, изложения. И это непонятно молодому читателю. Максим, ведь это же хорошо. Человек в седьмом классе читает ее, понимает так, вот через десять лет перечитывает, понимает по-другому. В принципе, все великие вещи так и читаются всю жизнь. Есть такой нюанс, на мой взгляд, что, может быть, у человека от сложного текста произойти резкое отторжение. И вот сколько я работал над проектом, 80% участников проекта говорили, что они действительно перечитали и что-то сообразили в процессе работы над проектом, то есть будучи взрослыми людьми. Не все произведения имеют смысл в таком раннем возрасте у Салтыкова читать, ну, за исключением сказок. Интересно, сам-то Салтыков-Щедрин понимал, как дописал это все? Ну, в то время же не принято было ставить 18+. Но, тем не менее, он говорил о том, что был уверен, что его произведения будут актуальны только при его жизни, а после смерти об этом благополучно забудут. И в этом он категорически ошибался. Время показало, что все-таки он заблуждался. А вообще, Максим, откуда такое влечение с Салтыковым щедрином? Вопрос часто задают, но я не знаю, как это случилось. Предыдущий проект, это был проект «Песнь-песни» в жанре ню, и он пять лет длился, и достаточно успешно, и вдруг... Есть это в жанре ню что-то такое? То есть с Соломоновых времен переход на Салтыковый щедрином? Да, с обнаженки вдруг... Ну, я обычно придумал афоризм, и его обычно отвечаю на этот вопрос. Это до 30 художника любви к женщине, после 30 — любви к родине, ну, а после 60 — любви к Богу. Поэтому, видимо, настал период. Как-то так. А возвращаясь к спектаклю, стоит упомянуть, что, когда вопрос о нём возник, выяснилось, что пьесы как таковой для подобной постановки не существует. И поэтому, так как у меня мама член Союза писателей, Елена Наумова, сам Бог велел, ну, если нет пьесы, значит, её надо написать. И мы договорились, что я напишу, и в её литературной редакции оформлений эта пьеса выйдет. Она была опубликована в этом году, как раз приурочена к открытию выставки и к 220-летию областной типографии. И после этого было решено... Ну, вот мне очень сложно, например, читать с листа пьесу. Врать не буду. Всегда было очень трудно. И автоматом возникла мысль, пока ведутся переговоры об постановке на сцене, что имеет смысл, наверное, сделать аудиокнигу, а лучше аудиоспектакль. И в конечном итоге, так как теперь ВятГУ — это большой ВятГУ, там есть всё, как в Греции, включая известных выпускников, такие как Артём Гагара, различные телеведущие, радиоведущие, которых знают в городе. И в конечном итоге было принято решение, что пригласим одного из известнейших актёров для исполнения главной роли. Это был Королевский. Абсолютно верно. Ведь он не выпускник ВятГУ. Но зато серьёзный профессионал. Но он профессионал, да, конечно, высшей пробы. Авторитета придал всему этому, безусловно. Назовём это так. Это наша приглашённая звезда. Специальный гость. Да, да, да. Я, кстати, сейчас эту книжку, эту пьесу, пьесу, да, держу в руках. Ну, даже это такая книжица всё-таки, да, наверное, 40, 40, сколько получается, 47-48 страниц там. Ну, зато какая красивая. Да, очень красочно, очень приятно держать в руках. Кто иллюстрации? Как в таких случаях, томов при многих тяжелее. Здесь в данной ситуации как раз представлены эскизы к спектаклю и декорации. Стоит отметить также, что это часть полиграфического комплекта, который выпускался в течение прошлого этого года. И прям радостная новость для меня за последнюю неделю. Он стал книгой года в номинации проекта художника. Ну, неудивительно, неудивительно. Правда, очень красивое издание. Очень симпатичное. И бумага-то какая. Так, 220 областной типографии. Всё ясно. А тираж какой-то, что-то я не ускорочил. 500. 500 пока. Ну, такой стандартный для нынешнего времени для нашего города. Итак, уважаемые слушатели, мы данную книжку «Салтыкиада» или, как Салтыков Щедрин повстречал, вместе с диском, на котором аудиоспектакль записан, мы сегодня разыграем обязательно. И это далеко не единственный наш сегодня приз. Об остальных призах. Расскажем после маленького перерывчика. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. В этой программе мы сегодня общаемся, напомню, с Максимом Наумовым, художником, доцентом ВИАДГУ, зампредседателя Кировского отделения Союза художников России. Ну что, Николай, давайте дадим возможность Максиму немножко передохнуть. У нас с вами работенка есть. Заключается она в том, чтобы озвучить призы. Что мы сегодня разыгрываем? Благо, список, как всегда, довольно-таки объемный. Ну, я начну, да? Да, конечно. Ну, понятно, что сначала у нас идут всегда серьезные такие призы очень классные. Это билеты в театр, да? В частности, билеты в драматический театр. Спектакль «Божье дерево» по Андрею Платонову. Там ограничение 12+. Это будет 3 мая, 18.00. Также у нас имеется театр «Наспаской». Мы разыгрываем пригласительные на две персоны. Разумеется, на спектакль «Чудо любви». Это премьера. Бенефис актрисы Елены Васильевой. И я, кстати, могу сказать о том, что Елена Васильева у нас, предположительно, будет через неделю в следующем культпоходе. Вот так вот. Ну, а в основе данной постановки пьеса «Обыкновенное чудо», естественно, Шварц. Шварц, конечно, да. Ограничение 12+. Сама постановка будет дана 14 мая в 16.00. Ну, и, конечно, у нас всегда есть пригласительный билет на две персоны на любой совершенно фильм в кинотеатр «Киномакс». Книжки от магазина «Читай город». Во-первых, Александр Кабаков «Старик и ангел». Это грустная история о жизни, прошедшей впустую. О любви без души, без смысла. Но в жизни всегда есть место чуду. Это Вера Курская, да-да-да, история о лошаде в истории человечества. Возрастных ограничений нет. Вот это научно-популярная книга о лошадях, но можно понять уже, да, вся ее история. Греки, римляне, кельты, персы, византийцы и так далее. Куча сюжетов, терминов, трепетной любви к лошадям. Следующая книжка для совершеннолетних граждан, Лев Данилкин. Для очень совершеннолетних, 18+. Интересное эссе о путешествиях, людях и книгах. Но литературный критик и в Восточной Африке критик всюду разыщет писателя, проинтервьюирует его и опишет это все. Не банально, но свежо и увлекательно. Очень хорошее название. «Русь за трапезой» автор Дмитрий Занков. Возрастных ограничений нет. Понятно, все, едят все в любом возрасте. Эта книга дает ответы на многие вопросы о пище святой и грешной, о том, какое было отношение к посту и воздержанию и так далее. Очень познавательно и интересно. Эти и другие книжки, надо сказать, вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, улица 65, торговый центр театра, либо Ленина 103А, торговый центр Крым. И это еще не все. Не все, конечно. У нас есть галерия «Прогресс». Они 4 мая в 19.00 проводят показ серии научно-фантастических короткометражек, которые пришли к нам с международного фестиваля «Сай-фай шортс», видимо так, «Сай-фикшн шортс», «Сай-фикшн шортс», видимо так. 4 мая в 19.00. Да, это 4 мая в 19.00 часов. Ну и, конечно, пригласительный билет на двоих на выставку «Общество потребления и планета Земля». Я вчера посмотрел, довольно-таки веселая такая выставка. Ну, просто с точки зрения хорошего настроения, там есть про достоинства, мы говорить не будем. У нас серьезный художник с нами сидит, поэтому воздержимся. Там картины. Там картины, да. На которых, собственно, такое постиндустриальное общество. Там очень нормальная, захламленная наша жизнь, изображена просто с использованием, так сказать, классических произведений, с немножко так интерпретированных. Это познавательно, это вызывает определенное понимание того, что мы делаем в этом мире, и это весело. То есть люди-паразиты какие, да? Да, вот такая мысль-то возникает. И знаешь, вот скажу даже больше не то, что люди-паразиты, мы-паразиты. Вот какая мысль-то приходит. Ага, такая вот грустная. Давайте играть все-таки уже начинай. 211-101. У нас всегда право первого вопроса дается нашему гостю. Сегодня это Максим Наумов. Максим, задавайте вопрос нашим слушателям. Ну, у меня вопрос, конечно же, будет тематический в контексте Салтыкова-Щедрина из разряда знаний истории. Первый вопрос, наверное, будет шуточный. Культурологи и часто в своих кругах вводят определенную шутку по поводу жены Салтыкова-Щедрина. Известно, что он увез отсюда молодую жену и познакомился с двумя дочерьми вице-губернатора. Так начиналась эта история. Им было по 13 лет. И через какое-то время одну из дочерей он взял себе в жены. Говорят, что одна из них была умная, а вторая красивая. По вашему мнению, какую же выбрал Салтыков? Да, мы, кстати, Володь... Умную или красивую? Да, да, да. Умную или красивую. Кстати, как раз напомнить, что вот этот комплект прекрасный из книги Салтыкиада и аудио-пьесы как раз вот к тому, кто ответил на вопрос, ну, просто самое бы то было. Самое бы то. Ну, в принципе, да, выбирать будет, выбирать будет. Не лишаем у вас возможности выбора, конечно. Вот у нас уже есть желающий ответить. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Александр. Александр. Ну что, умная или красивая жена досталась? Я думаю, что умная. Максим? К сожалению, это неправильный ответ. Он выбрал красивую. Он выбрал красивую, да. Вот ты уже ответил, к сожалению, да. Мы могли бы дать еще возможность. Но я думаю, что, понимаете, вот... Понимаете, я думаю, что, Володь, надо все-таки наградить этого слушателя, потому что он мыслил-то он правильно. Мысль-то правильная. Это Салтыков... Благородная мысль. Да, благородная мысль. Но Салтыков, видимо, поддался сердцу. Ну, человек-то умный, и он... Ну, сердце-то и умного человека глупое, понимаете? Александр, оправдывается. Оправдывается. Александр, не оправдывается. Да, да, да. Хватит, а жена пусть будет красивая. Да, тоже верно. Александр, простите, спросить хочется. А у вас супруга есть? Да, разумеется. Умная, красивая? И умная, и красивая. Вот это правильный ответ. За него точно надо признать. Хорошо. Александр, что вы хотите для себя, для супруги? Может, в театр сходить или книжку почитать? Ну, диск и книжку. Вот это правильный вопрос. Совершенно верно. Отлично. Диск и книжка ваши. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Вам редактор объяснит, как вы его получите у нас. Как вы его получите. Обязательно получите. Он будет у нас в редакции. Находимся мы по адресу Московская, 40. Я все сказал. Еще телефон, напомню, 211-101. 211-101. Наконец-то его выучила. Да, и мы, кстати, ждем с нетерпением каждую программу Культпоход новых участников. Новых. Не стесняйтесь, ведь звонят же люди. Звонят, и угадывают, и главные получают. Отличный прекрасный приз. Я тоже от такой книжки с таким комплектом не отказался. Ну что, ударим по рок-н-роллу? По рок-н-роллу немножко. Да, я сегодня вспомню группу, которую я очень любил, когда был школьником. Просто безумно любил. И даже испортил предмет одежды дома. За что у меня от родителей влетело. Ставая такую эмблемку на спину масляной краской по трафарету. И пока это дело все сползло. Группа называлась Grand Funk Railroad. Американская команда в конце 60-х, в начале 70-х считалась самой громкой группой в мире. Ну, соответственно, слушалась она тоже очень громко. Команда очень интересная. Существовала довольно долго. Хиты. Хитов написала довольно много. Да, вот сейчас мы один из них и запустим. Он называется «Мы американский ансамбль». Вопрос будет вот о чем. Несмотря на такое пафосное название, да, на самом деле, обратите внимание, там артикль N неопределенный такой, да. То есть мы не просто, мы там американский ансамбль. Мы какой-то американский ансамбль. Эта песня, на самом деле, несмотря на такое агрессивное звучание, довольно-таки романтичная. А что такое фанк симпатичный? Вот. И посвящена она вот романтике. А у вас вопрос будет, ваша задача будет ответить к романтике какой жизни. Она посвящена романтике солдатской жизни. I'm a reckon band. Романтике гастрольной жизни. Или романтике семейной жизни. Вот тот, кто ответит, получит на следующий приз. Романтике семейной жизни. А есть такое понятие, думаешь, романтика гастрольной жизни, да? Ты работал когда-нибудь на гастролях? На гастролях. Если это можно назвать гастролями. Это не романтика, это кошмар просто. Но выезды были. Здравствуйте. Здравствуйте. Какова ваша версия? А, как вас зовут? Первый вопрос. Никита. Никита, добрый день, Никита. Добрый. Какова ваша версия? Наверное, семейная жизнь. Никит, вы семейный человек? Да. Романтика. У вас много романтики в семейной жизни? Да, хватает. А вы песни по этому поводу собираетесь петь? Нет, не собираюсь. Ваш ответ был неправильный, но у вас есть шанс ответить еще один раз. Второй шанс дадим. Вот мы с семью, вот, Никит, я желаю всего доброго вашей семье, прекрасно. Осталась гастрольная и солдатская жизнь. Вот нажмите кнопочку правильную. Наверное, гастрольный. На этот раз вы угадали. Угадали гастрольный. Ну, о чем же петь еще музыканты? Это песня о том, как они колесят по штатам и как их любит народ. И о тех приятных встречах, которые бывают в жизни любого музыканта. Никита, какой приз вы выбираете? В галерею прогресса. В галерею прогресса? В галерею прогресса. А что там? Там есть показ научно-фантастических фильмов. Сай-фай шортс. Да, на показ. На показ. Отлично. Никита, трубочку не кладите, да? Все будет хорошо. Да, вам наш редактор объяснит. Владимир, теперь твоя очередь. У меня такой, знаете, грустный повод для того, чтобы я сегодня вопрос озвучил. Сегодня день памяти по музыканту, которого я очень уважаю. Его творчество очень люблю. Очень замечательный музыкант. Сейчас назову его имя. Мне кажется, он как-то незаслуженно, неизвестен многогранно в своем таланте. Это Батыр Шукенов. Батырхан Шукенов. Он ушел из жизни 28 апреля 2015 года. Но если вы хотите, я могу напомнить творчество одной из самых знаменитых композиций. Пожалуйста. Девчонка из далеких дней. Девчонка из далеких дней. По школе бегал я за ней. До мной провожал. Записки тайком писал. Классная же песня, да? Классная песня. Прекрасный казахский оценок. Я с детства очень люблю. У меня казахи жили по соседству в детстве. Группа Арай. Роза Ромаева. Вот с ним сегодня будет связан мой вопрос. Многие не знают, что ведь был Батыр еще и профессиональным музыкантом. Очень классным музыкантом. Он, в первую очередь, его воспринимает как вокалист. Он заканчивал консерваторию Алматы. Алматы теперь. Да. Так вот, я вас хочу спросить, уважаемые слушатели, собственно, какой инструмент он освоил в этой консерватории? У меня есть варианты, но я хочу все-таки без вариантов пока попробовать. Попробовать без вариантов? Да. 211-101. Ну, могу сразу подсказку дать этот инструмент духовой. Он духовой. Ой, 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 уже звонят. Слушай, не дают покоя. Добрый день. Ой, убавьте. Убавьте приемник, пожалуйста. Добрый день. Убавьте приемник, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья. Любили, любите творчество Батархана Шукена? Да, конечно, очень. Да, ну, если вы видели его выступления, концерты, то он, безусловно, это инструмент в руки брал. Ну, что за инструмент? Это саксофон. Конечно, он профессиональный саксофонист. Что вы хотите выбрать из нашего списка призов? Хотелось билеты в кино. Билеты в кино. Киномакс. Киномакс. Любой совершенно фильм. Приходите и выбирайте. Еще никто не успел забрать эти билеты, поэтому они достаются вам. Отлично. Спасибо. Да, хорошего дня вам. И трубочку не кладите, вам объяснят, как эти билеты вы получите. Реклама, да, у нас сейчас будет, после которой мы еще продолжим разговор с нашим гостем. Это Максим Наумов. Скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. У нас 4 книги от магазина «Читай город». Александр Кабаков «Старик и ангел». Это грустная история, но с чудесным концом. Вера Курская история «Лошади в истории человечества» даже объяснять не надо. Лев Данилкин «Клудж» 18+, и тоже, думаю, ничего объяснять не надо. Дмитрий Зынков «Руза, трапеза и возрастных ограничений». Нет, это тоже понятно, о чем речь. Либо вы можете еще выбрать поход в галерею «Прогресс» на выставку «Общество, потребление и планета Земля». Так что призов довольно-таки много еще осталось. Про выставку еще хочу спросить, Николай. Вот как-то уходишь ты с этой выставки каким-то таким закрывшимся, увядшим? Нет, нет, нет. Это я говорю еще раз. На самом деле она очень такая яркая по цвету, оптимистичная вполне и веселая, еще раз говорю. И там вот это сочетание классических сюжетов живописных и современного нашего мусора, ну, в принципе, веселит, веселит. На самом деле это такое чувство не страшное. Напомню, что у нас еще в студии Максим Наумов. Да, между прочим. Художник, доцент ВИАНГУ. Но мы его не разыгрываем сегодня благодарю. Зам. Председателя Кировского отделения Союза художников нашей страны. Максим, вот еще один вопрос. Вот эта тема с Алтыковым-Щедриным, она такая долгоиграющая еще? Или уже следующий проект в голове? Или что-то уже какие-то другие персоны уже на горизонте? Как бы так получается, что проекты, которые ведутся на протяжении сознательной творческой деятельности, они обычно до пяти лет держатся. Но где-то на третьем году работы над проектом уже зарождается другое. И у меня есть мысли, но я пока раскрывать не буду. А по поводу текущего проекта, ну, если вопрос по спектаклю разрешится, то это целая огромная работа, которая предстоит, это первый момент, а второй. А ту задачу вы ставите, реализовать все-таки в этом году? Ну, это... Не только от него зависит, к сожалению, Владимир. Да, это надежда. Было бы замечательно. Но тут вопрос качества лучше качественного, чем быстро. А с кем конкретно вы ведете? С руководством? Конечно, конечно. То есть в перспективе, если все срастется? А если не срастется, может быть, живые актеры? А вот скажу алгоритм работы. Ну, в общем-то, это не секрет, но для слушателей, может быть, суть заключается в том, что любой проект ведется с позиции импровизации. Есть какой-то жесткий план, и когда он начинает жить и работать, он трансформируется в соответствии с поступающими возможностями и предложениями. Поэтому я и предположить не мог, что будет второй год работы над ним, и что будет и пьеса, и ее спектакль. А тут окажется, что еще и кинофильм снялся как-то мимоходом. Ну, стоит упомянуть, что на диске, который мы разыграли, есть анимационный трейлер спектакля, анимированный, опять же, студентами Вятглума. То есть первый шаг уже сделан, как будто, да, в сторону кукольной постановки? Ну, во всяком случае, есть вариант. Вполне возможно, хороший мультипликационный вариант, может быть, тоже ведь интересный. У нас зарождалась анимация в свое время, в начале 2000-х, живая, ручная анимация. У нас в Кирове сейчас анимация есть, многие, кстати, звезды нашей эстрады, так сказать, и рок-н-ролла делают анимированные клипы у нас на Вятке. Да, знаю, но хотелось бы повторить подвиг Диснея прошлого века в 37-м году и сделать полнометражный. Ну, это, как говорится, фантазии. А почему нет, да, в них можно говорить, и как получится. Были бы люди, люди есть. И люди есть. Какой генерал не мечтает стать кем? У нас была фраза, какой генерал не мечтает стать сенатором, но к другому персонажу относилась. Ну, как вариант. Ну что, возвращаемся к вопросам. Давайте ударно еще. Да. Будем разыгрывать. Ну, более абстрактный вопрос, но больше имеющий отношение к истории, нежели к шутке, вопрос на знание истории. Султыков-Щедрин был сослан в Вятку за вольнодумие, так сказать, а если быть точнее, за опубликованный рассказ, в котором это прослеживалось. Вопрос. В каком возрасте он был сослан в Вятку? Подсказка. Он был достаточно молод. Достаточно молод. Ну, я думаю, это вопрос не только на знание истории, это вопрос на знание своего гаджета. То есть, когда можно узнать. И, кстати, вот кто-то уже успел нажать на нужную кнопочку. Здравствуйте. Или помнит этот вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Говорите громче. Меня зовут Наталья. Наталья. Сколько лет было Султыков-Щедрин, когда он был сослан в Вятку? Я думаю, лет 20, наверное. Так. Ну, поболее все-таки. Вы близки. Может быть, еще раз попробуйте. 21. 21, Максим. Дадим еще шанс. Давайте еще раз. Значит, 22. Да, 22. Абсолютно верно. Ну, нормально вполне, да? 22 года. Первое в приближении, если округлять, то было, в общем-то, правильно. По современным меркам 22 года человек в ВУЗ заканчивает. Или прямо его ссылают сразу. Ну, на самом деле, совсем незадолго после того, как он поступил на службу, окончив лицей, где учился Пушкин. Саркосельский. 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 Ну, сегодня пятница, можно не проговаривать некоторые буквы. Наталья, поздравляем вас. Вы угадали, да? Все-таки. Что хотите? Это стоило. Книжку или пойдете куда-то? В театр на Спасской. В театр на Спасской. Отлично, совершенно. Чудо любви, премьера, бенефис актрисы Елены Васильевой. Кстати, супруги упомянутого сегодня нами, Александра Королевского, да, ведь? В основе пьесы «Обыкновенное чудо», разумеется, Евгения Шварца. Не кладите трубку, вам пояснят, где забрать эти билеты. Следующий вопрос, Николай. От меня, думаю, продолжаем про нашу самую, некогда самую громкую группу мира, Grand Funk Railroad или просто Grand Funk. Как бы лидер этой группы, да, мы зваливаем Марк Фарнер, он вообще человек индейской крови, во-первых, да, он не просто так вышел на сцену, он очень такой специфический индейский человек, великолепный гитарист, они играли втроем, представляешь формат, да? То есть трое на сцене, больше никого, барабаны, басы, гитары. То есть формат там Крим или там, не знаю, там Джимми Фенрикс Экпериенс, это сложная довольно вещь. Но этот человек, кстати, он помимо громкой музыки играли вполне себе и красиво, и лидическую, сейчас мы фрагментик просто включим, чтобы понять, о чём я говорю. Ну, это как раз голос Марка Фарнера, но дело в том, что перед тем, как взять гитару и запеть, он тоже имел определённое музыкальное образование, вот у меня вопрос пересекается с твоим. И играл на довольно-таки странном для рок-музыканта инструменте, и очень хорошо играл. Я предлагаю три варианта. Ответ, на чём же играл Марк Фарнер в детстве. Первый вариант, он играл... — Ещё раз? — На дутаре. — Дутае? — Дутар. — Да, дутар. — Дутар, да. — Дутар. — Дутар, да. — Дутар, ситар — это всё, это из этой его игры. — Немножко из разных. Так вот, тот, кто скажет, на чём в детстве играл Марк Фарнер, на баяне, тубе или на дутаре, тот и получит на следующий приз. — Интересное слово получилось. Тубист. Это, наверное, с английского можно как-то перевести. — Это, скорее, по-немецки, биски такое, немецкое что-то звучит, да. Так что мы спрашиваемся об одном томе. — Есть звонок, да? — Да есть, конечно, звонок. Все заранее знают, что мы спрашиваем, даже неинтересно становится. Здравствуйте. — Здравствуйте. — А как вас зовут? — Меня зовут Олег. — Олег. — На чём играл Марк Фарнер, будучи молодым? — Предположим, что на тубе. — Совершенно верно, он играл на тубе. Потому что если бы играл на баяне, я думаю, он бы долго в Америке не прожил. — Хотя кто его знает. — Хотя кто знает, да. Ну, с баяном я английскую видел группу, американских не видал, конечно. Ну что, вы абсолютно правильно сказали. Он тренировался на тубе, потом занимался футболом, только потом взял гитару. Что бы вы хотели получить в качестве приза? — Если можно, то книжку. — Какую? — Их четыре. — Дмитрий Занков. «Русь за трапезой». — «История лошади в истории человечества». — Лев Данилкин. Клуч. — Александр Кабаков. — «Старик и ангел». — Ну, про лошадь. — «История лошади». — «История лошади». Я бы тоже. — «История лошади». «История лошади в истории человечества». — «Вера Курская». Да, научно-популярная книжка. Еще раз напомню. «Лошадях древних царств, греков, римлян, кентер, перцев, византийцев, арабов, китайцев, японцев». И очень подробно «Лошадях в России». Много фактов, любопытных сюжетов, терминов. — Володь, человек эту книгу сейчас получит и сам все узнает. — Хорошо. Ну, наверное, знаменитый Буцефал там упоминается тоже. — Я думаю, что он обязан быть там упомянут на третьей странице. Не клади трубочку вам рассказать, как эту книжку получить. Владимир, твоя очередь, однако. — Моя очередь. Но я, опять-таки, про Батыра Шухенова. Все вспоминаю. Жалко очень, в 52-летнем возрасте, ведь ушел из жизни очень рано. У Батыра была такая особенность, но это у всех, наверное, профессиональных музыкантов, широко известных. Они сотрудничают с известными музыкантами, профессиональными, классными. Как они называются? Сессионные музыканты, которые дают концерты и участвуют в записи. И вот в 2013 году был юбилейный концерт у Батыра. Просто офигительный. Он проходил во Дворце Республики в Алматы. Европейского уровня совершенно концерт. Звук, свет и так далее. И вот как раз-таки эти музыканты тоже молодые достаточно. 30-летние ребята практически были туда приглашены. Я потом начал узнавать, а чем же они отдельно-то от Батыра занимаются. И просто огромный пласт на меня в музыке свалился. Они и сами очень много пишут, сочиняют, и перепевают, переигрывают известные композиции. Я был просто в оцепенении, когда услышал вот эту композицию. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сах июльских цветов. Белые розы, белые розы. Когда перепели, понятно, что это ласковый майор Штунов, белые розы. Белые розы, да. Давайте вспомним автора этой композиции. То есть вопрос, кто же сочинил ее. Кто автор этой композиции? Вот эти музыканты, да, они с Батыром сотрудничали. Могу дать варианты ответа. Сергей Борисович Криндельцов или Сергей Борисович Кузнецов? Думаем, кто-то уже позвонил. Кто автор этой композиции? Нам уже звонят, не ожидая вариантов. Я здрасте. Здрасте, как вас зовут? Михаил. Михаил, ваш вариант. Удальцов, Кузнецов. Я думаю, что Удальцов. Удальцов, неправильный ответ. Остались то, Криндельцов. Криндельцов и Кузнецов. И Кузнецов. Ну, Кузнецов. Да, конечно, Кузнецов. Основатель группы «Ласковый май». Написал он эту песню, и все. Банда эта стала суперпопулярной. Ну, классно давиться. Нет, ну, обработка великой. Кавер классно давиться. Он очень умный такой. Что хотите получить? У нас книжки есть, и у нас есть еще выставка «Общество потребления и планеты Земля». И билеты драматические театры. А, и билеты драматические театры. А можно билеты снять? Конечно. Третьего мая, шесть часов вечера, спектакль «Божье дерево». Не кладите трубку, наш редактор вам подскажет. Максим, зададите еще один вопрос. У нас, я не знаю, если совсем уже коротко подходит к концу. Пара минут есть. Хорошо, давайте быстро. Вот пребывание Салтыкова-Щедрина. Кто знает дом на Николаевской улице, где он жил. Вопрос такой. Какой храм был заложен в момент пребывания в вятке Салтыкова-Щедрина, и он из окон мог наблюдать его строительство? То есть храм, который строился во время пребывания Салтыкова-Щедрина, и строился так, что он мог наблюдать его строительство. Дом, музей, я думаю, знают все, кто в этом живет. Ну, а судьба храма печальная. Ну, это уже вторая подсказка. Да, вторая подсказка, да. Ну что, звоните, у вас есть ровно одна минута. Ровно одна минута. Максим, эта выставка еще долго продлится? Выставка продлится до 20 мая. Вятский художественный музей. Да, вятский художественный музей. А сегодня в гостиной у Никитских ворот я всех жду на творческую встречу, как Наумов Салтыкова-Щедрина повстречал. Как Наумов Салтыкова-Щедрина повстречал, да? Да, сегодня. Творческая студия Никитских ворот. Это по адресу точно. Ну, примерно. На углу, напротив. Рядом с гуманитарной гимназией. Понял, понял, понял. На улице Герцена. Да, абсолютно верно. Там, где раньше была фабрика, и делала, насколько помнится, да? Нечетная сторона. Герцена 17, по-моему, да? Да, да, да. Есть звонок, несколько секунд на правильный ответ. Тут неправильного быть не может уже. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Александр, я думаю, это Хромольск, Дениско. Да, абсолютно верно, конечно. Вы, представившись, ответили на этот вопрос. Да, собственно, за Александр. Да, да, да. Ну что, остались у нас еще несколько призов. Какой возьмете? Книги, либо билет в галерею прогресса? На общество потребления и планета Земля. Это выставка такая. Давайте книга про еду. Книга про еду. Русь за трапезой. Русь за трапезой. Прекрасно, эта книга ваша. Спасибо за правильный ответ. Не кладите трубочку, вам объяснят, как вы эту книжку получите. Ну и на этом мы завершаем сегодняшний культпоход. Сегодня 28 апреля. Пятница, впереди суббота, воскресенье, понедельник. Понедельник. И все это праздники. И все это праздники. В понедельник мы, видимо, уже не увидимся. Не услышимся. Но мы с тобой-то не увидимся, а с ними не услышимся. Спасибо нашему сегодняшнему гостю. Максиму Наумову, вторческих успехов. Обязательно встретимся. Обязательно вам. И в этой студии «За пределами». До свидания. До свидания. Культ Пахвот.